Азиатско-Тихоокеан Мы работаем сообществом, но каждый из нас отвечает за определенные данные. Я отвечаю за генеацией идей, за создание конструкции роботов, за информационные ресурсы и за определение значимости проекта. Я отвечаю за командный дух, написание программы робота и создание видео. Все началось с видео на ютубе, в котором дети приходят в детский сад и их встречает робот, который обладает им руки и имеет температуру. Эта идея показалась нам интересной и мы решили сделать своего робота и рассказать об этом большому количеству людей, участвую в робокамерах. Аппаратная часть Lego Mane состоит из двух микроконтроллеров Arduino Uno. Первый отвечает за движение головы и свечения светодиодов в виде глаз. Второй отвечает за измерение температуры, а точнее измерение температуры, сравнивание с нормой, озвучивание действий, вывод температуры на экран и приводит движение сервопривод, который связывает со вторым роботом. Первый робот оставляет средство для обработки рук. Он сделан на основе конструктора Lego Neo3. У него есть датчик цвета. Взаимодействие между роботом происходит при поворотке индикатора на основе всего привода, который находится на обледовании. В ходе работы мы столкнулись с всяким проблемам, которые было необходимо решить для улучшения работоспособности. Проблема 1. Отсутствие необходимого формата театюжей для вылезания на станке ЧПУ лазерного говера. Мы с помощью программы Cloud Run перевели детали театюжей на формат CDF и вырезали на станке. Проблема номер 2. Подбор датчика под наши характеристики. Изначально мы хотели использовать датчик измерения температуры, но так как он взаимодействует с человеком, для соблюдения правил Санбина, мы решили отказаться от этой идеи и выбрать бесконтактный инфракрасный датчик измерения температуры. Третья проблема. Проанализировав опыт участия в исследованиях, мы пришли к тому, чтобы добавить второго робота. Возник вопрос, как заставить их взаимодействовать между собой. Мы рассмотрели несколько вариантов и было решено добавить индикатор и датчик света. В результате всех действий мы считаем, что роботы справляются со всеми поставленными перед ними задачами и эффективно работают на соревнованиях. Так как мы выбрали известного персонажа, Лего Мэтт привлекает к себе большое внимание, что делает его более популярным. Так как программа была переработана под шоу, мы добавили взаимодействие двух роботов, свечение глаз, вывод температуры на экран и увеличение время между циклами. В итоге всех действий можем сказать, что первичная озвонка робота была более усовершенствована. Своего робота мы опробировали в детском саду и в школе, что доказало его полезность. А спроектировать его может даже начинающий робототехник в любом учебном заведении. Мы подумали не только о детских садах и школах, где он может стоять как объект, но если бы упростить его конструкцию, то можно было бы его ставить в общественных местах для предотвращения заболевания COVID-19. Робокап – это большая ступень в нашем развитии и продвижении. Благодаря работе мы научились взаимодействовать между собой и с роботами. Передаляли свой страх перед сценой и камерой. Познакомились с интересными людьми в сфере образовательной робототехники. Научились работать в программах от создания третежей до создания видео. Научились работать с датчиками, подбирать библиотеки, искать решения. Открыли в себе навыки креативного мышления. Спасибо большое, Робокап, в Азиаско-Океанском регионе 2021 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова